Ань, есть такое, если ты занималась когда-нибудь собачьими боями, есть такое понятие как тризм, да? Это судорожное, непроизвольное смыкание пасти у некоторых боевых собак, да? Когда собака вроде бы уже даже и хочет разжать челюсти, но не может этого сделать. И такая же история абсолютно с Лукашенко. У него тоже произошел тризм, да? Он вцепился так, что его челюсти не разжать. По крайней мере, в Беларуси нет такой силы, которая это способна сделать. И вот это вот картофельное кольцо белорусского всевластия, оно не отпустит, конечно, никогда. Лукашенко, ему не преодолеть этот магизм власти, эту наркоманию власти, он, конечно, пойдет на все. Причем он пойдет на все ради вот очередной пятилетней дозы власти. И, как мы знаем, да, что ради дозы вообще идут на все. А тут доза огромная и такая нужная. И это вам не аптеку взломать, это целую республику ломать об коленку. При том, что он хороший президент был, да? Вот он такой и был нужен 10 лет назад. Но 10 лет назад даже у пиджаков рукава были другого покроя и плечи были иные. Но пришла совершенно иная политическая мода. И Белоруссия сейчас напоминает сельского пацанчика в кепке с фанерным чемоданом на дорогом вокзале вокруг люди, вокруг люди с витонами, с роскошными чемоданами на колесиках. А он растерянно глядит и в карманы у него полный семок, да? Вот с таким вместе встроиться в мир шанса, конечно, никогда не будет. А Белоруссии, в общем, пора уже это делать. Как, ну, очень симпатичное, очень большое овощехранилище, конечно, страна долго не просуществует. Причем понятно, что профессия диктатора, это очень хорошая профессия. И диктатор в свое время был нужен, но он уже сделал свое дело. Он уже все, что мог осуществить, осуществил. Больше, чем он дал, он уже дать не может. Он уходящая натура. При том, что, понятное дело, что в Белоруссии существует ощущение, что благодаря Лукашенке страну не проглотила Россия. Да, конечно, все равно безопасность рядом с таким соседом не может гарантировать никто. Это агрессивный сосед, коварный сосед, страшный. У нее есть привычка автоматически оттяпывать куски у смежных стран. Как Белоруссия действительно не попала ей на зуб, абсолютно голая, абсолютно беззащитная, у которой нет никакого вооружения, кроме памяти о белорусских партизанах, готовых вообще на все. Она же абсолютно голая. Но, тем не менее, как Украине, Россия, Белоруссии в горло не вцепилась. То есть, понятно, что это все равно тоже не заслуга Лукашенко, что и он бы не устоял. Конечно, он будет сменен. Но я подозреваю, что это произойдет не в результате выборов, а произойдет как-то вот келейно-кулуарно. Он уже сам понимает свою нафталинность и архаичность. И отсутствие какой бы то ни было необходимости сохранения республики в ее овощном формате. Но уйти у него нет сил. И поэтому это будет решаться долго, кулуарно, уговорами, посулами, интригами до тех пор, пока ситуация не разрешится как-то. Но мы, увы, не нашли в белорусской ситуации ключика к ситуации российской. Мы не можем с помощью Белоруссии прояснить, а зачем, собственно говоря, вся эта пляска с поправками нужна Кремлю.